С ДНР Здравствуйте, сегодня 12 марта 2022 года, 17 часов 18 минут. Это только что я успел записать кусочек трансляции через украинское радио, сообщение, которое было перехвачено, ну это разговор был, телефонный разговор между двумя российскими военными. Ну слышно, что этот российский военный, где-то там бурят, наверное, какой-то такой характерный типичный акцент. И как они там друг другу рассказывают, что они находятся в окружении, им дали приказ стрелять во всех людей, во все живое, что движется и что не движется. То есть не защита русскоязычного населения, точечная военная операция по уничтожению военных объектов Украины, а целенаправленное уничтожение населения Украины, народа Украины. То есть самый настоящий геноцид. Я сегодня был в центре села, которое находится приблизительно 60 километров от границы с Россией и 50 приблизительно километров до Чернигова. Туда, в центральный магазин, который ограбили, обворовали эти российские вояки, стоящие тут под селом, сегодня привезли хлеб, через день привозят на своей машине, на таком фургончике, местный батюшка, в наше село и в соседнее село. И вот пока мы там стояли ждали, больше двух с половиной часов, пока из райцентра Городня, ну это бывший райцентр, сейчас это просто город в Черниговском районе, Черниговской области, пока оттуда через несколько сел приехала вот эта машина батюшки, батюшка за рулем был, и он привез хлеб сюда. В городне есть пекарня местная, которая выпекает хлеб, цены остались прежние, ну правда буханочка уже не такая красивая, как раньше была, когда это на большом заводе выпускалось, а на местной пекарне там все люди вручную делают, и слава богу, что они находят в себе силы и возможности, и ресурсы, электричество там, или газ, или, значит, чем они там эти печи отапливают, ну я думаю, что, наверное, газом. А может быть электричеством, и они там этот хлеб выпекают, и таким образом обеспечивают этим продуктом питание и городню, и соседние села. Вот, так что, здесь эти русские вояки стоят у нас в селе, под селом, точнее сказать, на границе с лесом, лагерем таким, всю ночь у них в машинах работают и в танках, и в БТРах, и в гаубицах, в общем, во всем транспорте, где есть моторы, эти моторы работают, и они таким образом обогреваются, потому что, вот, сегодняшняя ночь была холодная, вчерашняя ночь вообще была ужасно холодная, вот, и правда, вчерашняя ночь была очень холодной, и дул такой сильный северный ветер, у меня даже в доме температура резко понизилась, сейчас около 12 градусов, а было около 8 градусов в эти холодные дни, когда дул сильный ветер, непрерывный такой, с такими мощными порывами, и все живое на таком ветре очень быстро замерзает, поэтому неудивительно, что эти вояки, российские эти голодранцы, в своих железяках этих вот, сидели там, у них работали моторы, я не знаю, как они там спали, но, наверное, там в уши какую-то там вату затыкали себе, вот, или что они там бумагу, наверное, там затыкали себе в уши, для того, чтобы этот шум моторов не слышать, и чтобы быть в тепле, и не сдохнуть там. Сегодня, пока я ходил по селу, ну, приблизительно 3 километра нужно от моего дома идти до центра села, я ходил к зданию сельсовета, флаг на флагштоке висит, желто-голубой, и возле школы висит флаг желто-голубой, я сделал несколько фотографий, вот, в гугл, выложу эти фотографии на гугл-карты, и в видеоряде для этого сообщения я размещу эти фотографии, можно будет посмотреть. Проехало несколько колонн российских этих войск, стоящих в нашем селе, или, может быть, из Городни, они еще ехали дополнительно, поехали через Седнев в сторону Чернигово, Седнев это такой поселок городского типа, крупный населенный пункт, и через наше село по дороге в сторону райцентра бывшего Репки, теперь это тоже город Черниговского района Черниговской области, и дальше по направлению на Чернигов. В Чернигове большой бомбой разбомбили крупную гостиницу Украина, туда приезжает автобус из Киева, рейсовый автобус, там как раз остановка такая есть, остановка называется гостиница Украина, но эта остановка так она и останется, когда эта война закончится, а гостиница там разрушена, ее вероятнее все, что будут разбирать те руины, что там осталось, и, не знаю, там строят новую, в таком же виде там, или что-то поновее построят, ну, в общем, шикарное такое красивое здание, ну, достопримечательность практически Чернигово, вот, напротив главпочтампа, через большой бульвар, ну, центр Чернигово, это очень красивое место, и там ходишь, и душа радуется, наблюдая все эти красоты. Чернигово очень красивый город, и его методично, вот эти вот фашисты, рашисты эти русские, татаро-монголы, методично обстреливают и градами, и танками, и пушками, и гаубицами, и зенитками, и бомбят крылатыми ракетами, и самолетов расстреливают, и сейчас в Чернигове нет ни газа, ни электричества, ни отопления, ни канализация не работает, ни горячей, ни холодной воды нет в домах, в общем, Чернигово сейчас в бесценном положении. Кто может, тот эвакуируется из Чернигова, вот, люди там пытаются уехать по селам к родственникам, потому что в селе еще выжить можно, даже если электричества нет, вот как у меня тут в доме много дней не было электричества, и тут температура в доме упала до 7 градусов на уровне полутора метра, а около пола градуса 3 температура была, но это тогда, когда еще на улице были плюсовые температуры, когда ночью было 2-3 градуса мороза, а днем было там 3-4 градуса тепла, а если бы вот эти морозы, которые ударили до 13-18 градусов, и при них у меня не было бы электричества, то у меня бы тут и вода в бедрах позамерзала, которая на полу стоит. В доме, вот, так что в Чернигове сейчас ситуация такая, что людям не позавидуешь. И вот эти вот вояки, которые ездят через село, на них никаких опознавательных знаков нет, на рукавах по бокам слева и справа, ну, так называемые шевроны, там красная такая ленточка пришита на машинах, на кабинах и на кузовах, или на тентах, там, или на танках, ну, в общем, по бокам и сзади изображение такого белого круга с отверстием в центре, ну, то есть, как бублики такие белые, с широкой такой линией нарисованные. Где-то из бумаги это вырезано и скотчем прикреплено к кабине машины, там, или танка, или еще чего-то. И где-то это краской нарисовано, ну, такой, из баллончика краской. Вот. Я слышал по сообщениям, что как будто бы это из Белоруссии войска, но на самом деле это не белорусские войска, это русские, потому что я сегодня, когда стоял в центре села, возле центрального магазина, и наблюдал, как эти колонны движутся, у меня зрение хорошее, несмотря на мой возраст, я далеко вижу очень хорошо, а когда книги читаю, уже глаза не могут сфокусироваться, уже тяжеловато хрусталики искривлять для того, чтобы вблизи читать, поэтому приходится либо очки одевать, или использовать увеличительное стекло такое большое по диаметру. У меня такое специальное стекло есть, когда я книги читаю через него. Так вот, я видел, что в кабинах и на БТРах едут эти вояки, ну, явно не русские, то есть узкоглазые, там, типа якуты, буряки, там, вот эти вот, хотя много и русских есть, ну, вот такие, по чертам лица, похожие на русских, там, или русскоподобных, вот, может быть, там, европейская часть России, может быть, там, Дальний Восток, ну, в общем, такие вот, русской крови, как говорится, может быть, там даже и украинская кровь у них есть, но в свое время, когда их туда там позавозили, они свои корни украинские потеряли, и даже если и не потеряли, то все равно они выполняют тот приказ, которым командование отдало, и они этот приказ выполняют. Хотя есть такие, которые пытаются сдаться в плен и дезертировать, но сейчас в России действует такое правило, как это было во время Второй мировой войны, ну, Великой Отечественной войны, когда из отрядов НКВД стояли погранзат... то есть, это самое, не погранотряды, а загранотряды, то есть заградительные отряды стояли за спиной у полков, которые брошены на передовую для ведения боя с немецкими захватчиками, с фашистами, и вот сзади эти НКВДшники стояли, и назад никого не пускали, если кто-то назад пытался двигаться, то его расстреливали. Сейчас такое же правило действует и в российской этой сраной армии, захватнической этой, рашистской, фашистской. То есть, назад убежать нельзя, потому что сзади там ходят эти НКВДские, ФСБшные, КГБшные загранотряды, и расстреливают людей, чтобы не дать им возможность как бы дезертировать, уйти с поля боя и вернуться назад в Россию. Вот, ну, вероятнее всего, что этим ФСБшникам или кто там в этих загранотрядах служит, повышенную зарплату дают, или, может быть, там их даже и с уголовников понабирали. То есть, это у людей никаких человеческих качеств нет. Это животное, которое, совершенно без сожаления, стреляет в своих же соотечественников, для того, чтобы они не покинули поле боя и не сбежали обратно на территорию России. Чернигов бомбится сегодня, пока я там в центре села был, пока я там больше двух часов ждал, под магазином в очереди стоял на холоде, на ветре. Но сегодня днем температура была где-то градуса 2-3 тепла. Не так холодно было, как в предыдущие дни морозные, когда дул северный холодный ветер и такой ледяной пронизывающий. Поэтому я, конечно, продрог, я довольно тепло оделся, но все равно я продрог. На ветре стоять там больше двух часов, где-то два с половиной часа я там стоял в очереди. Вот, и дождались. Батюшка съездил утром в райцентр своим микроавтобусом японским. Взял там хлеб на пекарне, привез это все. Мы тут, мужчины, помогли разгрузить этот хлеб. Я там тоже носил такие вот пластмассовые ящики большие с этим хлебом. Буханочки поменьше стали, но, слава Богу, что хоть такие есть. И люди с радостью этот хлеб покупают, потому что магазины пустые, привоза продуктов нет. И, наверное, до окончания войны сюда ничего не будет привозить, потому что опасно сюда ехать. И дело в том, что вот эти российские вояки, они в каждом селе установили КПП, так называемое, и проверяют у людей документы, кто куда едет. Там человек едет на велосипеде, там, ну, из одного села в соседнее село. А тут так села размещены, что там расстояние 5-7 километров, и соседнее село, то есть села довольно густо расположены. И вот они при въезде, при выезде из села КПП свои поставили и как бы контролируют эту территорию и проверяют у людей документы и себе на бумажке переписывают там фамилии, имя, отчество, когда родился, где родился. И переписывают еще и ННН-код. Ну, вот этот код налогоплательщика. Зачем он им нужен, абсолютно непонятно. Ну, вот переписывают себя там, им дали задание в тетрадку это все записывать. В общем, изображает видимость контролирующего органа. Хотя он нафиг тут не нужен и дай бог, чтобы они тут все от этих морозов загнулись и чтобы им поставки топлива прекратились и чтобы они там позамерзали в своих этих БТРах, в гаубицах, в танках и так далее. Сегодня, когда я вот в этой очереди стоял возле магазина, большая колонна ехала в сторону бывшего райцентра Репки и на большом таком грузовом прицепе ну, такой лафет, не лафет, а такой низкий прицеп ну, для перевозки больших бульдозеров или тракторов, или еще чего-то. Ну, огромный такой прицеп, который то ли МАЗ, то ли КАМАЗ тянул. Ну, зеленого цвета. Военная машина была. Ну, такие машины в гражданской жизни используются с такими же прицепами для перевозки таких грузов. Так вот, на этом прицепе везли большущий такой танк, но с такой пушкой, как у гаубицы. То есть, с огромного размера эта гаубица ехала на этом прицепе. То есть, своим ходом ехать не могла, потому что поломалась. И подобные вещи я в своих видео, когда раньше снимал, когда тут по дороге через мое село ехали в сторону райцентра Репки, вот такие гаубицы двигались. Они в кадр попали. Их можно в моих предыдущих видео посмотреть и увидеть. Ну, то на расстоянии приблизительно метров 300 я их видел через объектив фотоаппарата. А это вблизи, ну, на расстоянии метров 15-20 от меня вот эта колонна проезжала. Причем техника довольно старая. Дымит так, что такой сизый дым идет из моторов этих БТРов, этих танков. Ну, то есть, древняя, старая советская еще техника, которая там где-то на складах стояла или в частях стояла, она там еле живая, еле движется. И много поломанной техники, которая при вот этих марш-бросках с территории России на территорию Украины далеко заехать не могла. Поэтому и гаубица эта на прицепе военном движется, ее везут. Ну, стрелять-то она может, а сама уже ехать не может. Ну, пушка там огромная. То есть, там калибр такой, что если попадет где-то снаряд из этой гаубицы в какой-то жилой дом, то этот дом, она очень сильно повредит. Если он панельный, то он и завалиться может. Или взияющая огромная дыра будет в этом доме. Ну, если дом большой, скажем, длинный, не такой узенький, как спичечная коробка, высокий, а такой длинный дом, то один подъезд запросто может завалить один выстрел от такой гаубицы. Ну, или сильно повредить этот дом. Вот. Так что, сейчас погода постепенно, после этих морозов, начинает теплеть. Вот. Я сейчас в дом своих котов пустил погреться, потому что на улице холодно. И у меня в сарае есть домик специальный такой я им сделал. Купил в Чернигове большущий такой комод советский. Еще в нем, в боковой стенке, вырезал лобзиком электрическим отверстие круглое. И внутри этот комод утеплил. Пенопласт туда поставил 20 миллиметров. Ну, такой не шариками пенопласта, а экструдированный пенопласт. И под металлическими такими листами, под тонкой жестью находятся плоские обогреватели. Ну, такие, как для теплого пола используются электрические обогреватели. И там у них в домике тепло. То есть, вот эти морозы, когда были там по 13, по 15 градусов, они сидели в этих, в этом домике теплом, грелись. И снизу им греет, и с боков, и сзади. Там, ну, только на одной стенке, где это отверстие, там обогревателя нет. И сверху прикрыт листом пенопласта и крышкой. Так что, вот такой теплый домик им сделал. Но сегодня они тут ждут уже, когда им обед приготовлю. Уже сколько там? 17.35 время. Вот. А я пока еще обед готовлю, потому что много времени я потерял на то, чтобы там дождаться, когда этот хлеб привезут. И пока я дошел назад, пока тут, то есть, 5-е, 10-е, пока там воды принес домой. Вот. Ну, в общем, время бежит незаметно. И пока еще вот не готова едать для котов. Они тут сидят и греются рядом со мной. Чернигов, конечно, находится в более плачевном состоянии, чем наше село, потому что тут не бомбят, тут никого не убивают пока еще, и пока население сильно не терроризируют. Но в Чернигове в связи с тем, что нет газа, большой такой магистральный трубопровод, по которому газ в Чернигов поставляется, это трубопровод высокого давления, его взорвали. в процессе перестрелки между российскими войсками, этими захватчиками, оккупантами и между украинскими вооруженными силами. И из-за этого повреждения трубопровода в Чернигове газа нет. ТЭЦ, которая вырабатывает электричество и горячую воду, черниговская ТЭЦ, она там сейчас находится в неработающем состоянии или работает, но не так, как в обычном штатном режиме. поэтому в Чернигове нет ни сотовой связи толком, нет ни электричества в домах, нет горячей воды, нет холодной воды, потому что насосы не могут работать, если нет электричества. Канализация, конечно, не работает, и людям и еду приготовить нигде, и в общем, ну, бедственное такое, ужасное состояние. Очень много выбитых окон от взрывов, потому что вчера, вот вечером, когда я у себя в доме находился, я вчера записал на диктофон аудиосообщение, два таких очень мощных хлопка поздно вечером были, вот, вероятнее всего, что туда ракеты вот эти крылатые долетели со стороны территории России, ну, тут 60 километров до моего села и 50 километров до Чернигово, в общем, 110 километров приблизительно, ну, по прямой, может быть, там чуть-чуть меньше будет расстояние, ну, километров там 100-110 в этом диапазоне, долетели эти крылатые ракеты и бомбежка с Чернигово продолжается и обстрел всю ночь идет, то есть сегодня, вот, пока я ходил по селу, все время вот эти вот отдаленные отзвуки от взрывов были слышны со стороны Чернигова и днем, когда я там в очереди стоял под магазином, было слышно хлопки такие, как выстрелы, вероятнее всего, что запускали с территории России, вот эти крылатые ракеты, ну, это такой характерный звук, я даже сообщение там в предыдущие дни записал, когда я вечером выходил котам дать покушать и видел, как за лесом со стороны такого пограничного населенного пункта Синьковка, ну, это КПП между, на границе между Россией и Украиной, Синьковка находится на украинской территории, вот, и там оттуда, ну, с того направления были вспышки света вверх, в воздух, облачность освещалась этими вспышками, и я видел, как на небе была такая легкая, слабая такая дымка, не облачность, а такая дымка, и видел, как вот эти крылатые ракеты поднимались вверх, летели, и по разным направлениям, и в сторону Харькова, и в сторону Житомира, и в сторону Киева, и на Чернигово, разные цели поражались вот этими выстрелами, то есть, оказывается, можно на площади там в один километр поставить несколько пусковых установок этих крылатых ракет, и запускать их с одной точки, они будут разлетаться на большие расстояния, и бомбить можно практически всю территорию Украины. Украина героически сопротивляется этой фашистской захватнической армии, которая уничтожает население Украины. Ну вот, вы слышали в передаче радио украинского часть интервью, я не успел взять свой смартфон и записать сообщение с самого начала, потому что я не знал, что оно будет, и пока его, пока этот смартфон взял, пока его включил, там в режим диктофона, ну уже часть сообщения ушло в эфир, а в запись оно не попало. И вот эта вот методика уничтожения населения, она уже существует давно, то есть и под Киевом там есть села, и городки, которые страдают от того, что их практически сравняли с землей, ну то есть там руины сплошные, и Мариуполь несчастный, этот город бомбят, так что там уже наверное ни одного целого здания не осталось, и в Сумской области жестокие там идут бои, уничтожают города этой области, вот, и невзирая на то, что там как бы не военные объекты, а мирные жители в этих жилых домах находятся, все равно их расстреливают, обстреливают, бомбят, взрывают, обстреливают из-за стунового город, смерть, ураган, ну это ракетно-залповый огонь, который ковром покрывает территорию, он не прицельный, а так вот гектар земли сразу одним залпом можно покрыть, или может быть даже больше, чем гектар земли, и куда эти ракеты попали, там они взорвались, и то здание, то сооружение, или там те транспортные средства, или что там находится, куда оно там долетело, оно взрывается, разлетается в клочья, и ничего там живого не остается. Слава героям Украины, слава защитникам Украины, слава Украине, слава всем гражданам во всем мире, которые принимают активное участие в том, чтобы помочь Украине и не дать этой фашистской, рашистской хунте установить здесь фашистский режим оккупационный на территории Украины, огромное спасибо всем за материальную помощь, за финансовую помощь, за санкции, которые против России и Беларуси вводятся для того, чтобы их экономически чтобы их экономику подорвать и экономически их ограничить, чтобы у них не было денег на то, чтобы выпускать новое оружие и чтобы они не могли дальше продолжать войну. И дело дошло даже до того, что в России сейчас не хватает пилотов, которые соглашались бы лететь на военных самолетах российских на территорию России, с территории России на территории Украины и бомбить Украину. Так вот, приказ такой вышел, что даже курсантов старших курсов военных этих летных училищ уже тренируют на военных этих самолетах. Ну, это там 18-19 летние парни, там, может быть, даже 20 лет им нет. Ну, 18-19 лет молодые парни, вот, сколько там в училище 3 года учится, ну, а перед тем, как в училище парень поступает, он там где-то в Досаафовском аэроклубе занимался, летал на самолетах, то есть у него какая-то летная подготовка есть. И вот этих вот пацанов молодых, у которых мозгов в голове нет, которые еще не понимают, что к чему и как, и почему и от чего, ветер в голове и пустота, им внушают, их зомбируют и внушают идею, что вот надо защищать Россию, надо на самолете полететь и побомбить там Харьков или Киев или Чернигов или Сумы или Мелитополь или Херсон или другой какой-то город или там Ровно или Житомир, ну, и другие города, которые есть на территории Украины. И вот это вот пацануа, вот это вот сопляки, которые даже еще баб толком не пощупали и не потрахали там и детей своих не сделали и, наверное, уже не сделают, вот, они садятся в эти самолеты, тренируются и их вот это вот пушечное мясо будет посылать на территорию Украины для того, чтобы они сбрасывали бомбы, бомбили и уничтожали украинское население. Вот так вот Карлик Пу ведет войну против Украины и все это представляет через средства массовой информации, через пропаганду эту российскую, что как будто бы вот Россия это миротворческая такая страна, которая гуманитарную помощь привезла с территории России на территорию Украины и бесплатно там и хлеб раздает, и тушенку, и сгущенку, и всякие другие продукты питания, а вот украинцы только и ждали эту спасительную, благотворительную миссию со стороны России и как бы должны с хлебом с солью, с песнями, плясками и цветами встречать этих освободителей от якобы украфашистов и бандеровцев, бандеровцев и других как бы угнетателей на территории Украины, хотя на самом деле никаких этих угнетателей нет. Вот так вот работает российская пропаганда и по каналам телевизионными и в интернете и по радио российскому везде вот эта вот брехня идет, все это вранье рассказывает, что Украина не участник конфликта, что Россия не участник конфликта, что на территории России войска, которые там были на учениях, так они там и остались, ну на учениях под границей с Украиной, что российские войска не участвуют в этой военной операции, а только там значит как бы маленькие такие отряды там, ну типа там сто человек зашло с гуманитарной миссией для того, чтобы как вот это в Крыму было зеленые человечки без опознавательных знаков, без флагов, без ничего вошли на территорию Крыма там и без единого выстрела Крым этот взяли и таким образом прихватили этот Крым. А тут оказывается идет самая настоящая война, причем не против военных каких-то объектов, а бомбятся жилые здания, больницы, роддома, детсадики, магазины, ну всякие различные здания, сооружения, там и почтовые, там и ну все что угодно, то есть куда ракета долетела, куда снаряд попал, то и разбомбила и разрушила. В общем сейчас по сообщениям тех людей, которые находятся в Чернигове, родственники, дети там, внуки местных жителей, вот я сегодня когда там в очереди стоял, много разговоров послушал, пару дней назад еще телефонная связь сработала с Черниговым, а сегодня уже вышки вот эти, которые за Черниговым находились, поближе к моему селу, их наверное тоже позбивали, ну это ретрансляторы, как сотовая связь работает, через каждые 25 километров или меньше чем через 25 километров должна стоять вышка сотовой связи для того, чтобы сигнал сотового оператора покрывал определенную территорию, и чтобы покрытие сигнала было для нормальной работы телефонных этих вот сотовых мобильных телефонов. Так вот, уже перестали эти сотовые вышки работать, а три вышки, которые у нас в цели есть, их еще разбомбили еще в феврале месяце, там в числах 26-го или 27-го числа уже их разбомбили, причем обстреливали их из зениток, ну и вот эти вот пушки, которые стоят на бронетранспортерах, стреляли там очередями, и несколько вышек я вот пойду сфотографирую, когда там погода будет более-менее такая благоприятная, вот, пойду сфотографирую, в каком состоянии там эти вышки находятся, и будет еще дополнительный как бы репортаж такой, вот, так что сотовая связь у нас здесь не работает, телефонная связь локально работает, ну то есть друг к другу соседу можно позвонить, а куда-то там дальше позвонить, в Городню, например, там или в Чернигов, я со своего стационарного телефона позвонить не могу, не удается, вот, ну и сотовые связи, конечно, нет, нет интернета, но слава богу, что хоть электричество есть, что хоть есть возможность и включить электрический обогреватель, и чтобы в доме было более-менее тепло, и чтобы в домике для котов тоже там было не холодно, чтобы они там ночью при морозах могли погреться, ну так что, кота моим даже больше повезло, чем людям, которые вот сейчас на этих оккупированных территориях находятся, или даже не на оккупированных, а которые просто обстреливают, вот как Чернигов, Чернигов не оккупирован, он не сдается, но он сейчас полностью обесточен, то есть там радиостанции, конечно, есть у военных, и служебные такие радиостанции, которые на аккумуляторах работают, или на бензиновых генераторах, чтобы оперативное руководство вооруженными силами можно было осуществлять, а так вот по домам, в квартирах, в Чернигове сейчас электричества нет, и в общем город замер, вот, но коммунальные службы устраняют по мере своих сил и возможностей, работают люди в этих службах героические, на холоде, на ветре, на морозе, устраняют эти неисправности, и так как Чернигов сейчас отрезан от внешнего мира, нет поставок электричества с других электростанций украинских, перебиты высоковольтные линии электропередачи, и Чернигов может только давать электричество от своей ТЭЦ, которая и горячую воду вырабатывает, и электростанция там есть, тепловая, которая электричество генерирует, то есть только надежды на эту станцию, но если ее там разбомбят, то конечно уже ни электричества, ни тепла не будет, так что сейчас Чернигов находится в очень тяжелом положении, и цель вот этих фашистских захватчиков, этих расшистов в том, чтобы полностью разрушить инфраструктуру города, неважно там Херсон это, или Сумы, или Тростенец в Сумской области, или Ахтырка, или Житомир, или Овруч, или Коростень в Житомирской области, вот, или там другие города, которые меньше размером под Киевом, Гастомир, Буча, Ирпень, Бородянка, и разрушить инфраструктуру для того, чтобы люди были без тепла, без возможности приготовить себе еду, без обогрева, без электричества, в общем, ну, как каменный век, то есть, как хочешь, так и крутись, а сейчас эти морозы ночные, с этим сильным ветром, это жуткая вещь, это на такой мороз хороший хозяин даже собаку не выгоняет, то есть, ее там или в дом берет, или она там в сенях сидит, греется, или еще каким-то образом ее он там утепляет, чтобы она там не простудилась, не замерзла, а вот сейчас людям приходится из-за этой паскудной скотской этой войны, необъявленной, которую Карлик пузотеял, приходится страдать и старики, и дети, и грудные, и маленького возраста, и взрослые люди, в общем, ну, это ужас полный, это самый настоящий Армагеддон, который этот паскудный Карлик, это выжившая из ума крыса, бункерная, этот шизофреник, психопат, и параноик, который устроил вот эту всю войнушку победоносную против Украины, и думал, что в течение суток он всю Украину захватит, и как это было с Крымом, и объявит тут как бы перевыборы, референдумы, и тут везде полным-полно будет желающих поддержать этот референдум, а украинцы фигу показали этому паскудному Карлику, героически сопротивляется этой татаро-монгольской орде, этим оркам, и отстаивают свою родину, и не сдаются в плен. Всем всего хорошего, мы победим этих орков паскудных, эту россиянскую, сраную, хваленную армию этих голодранцев, мародеров, нищебродов, варьё это, вот, и мы выстоим. Сейчас рассматривается в европейских инстанциях заявка Украины по вступлению в Евросоюз, и очень большие перспективы есть в том, что Украину по ускоренной процедуре примут в Евросоюз, вначале кандидатом, а потом через некоторое время в члены, вот, и Украина будет в Евросоюзе, то есть украинский паспорт будет такого же веса, такой же ценности, как и немецкий, или французский, или итальянский, или испанский, или финский, или другой какой-то европейской страны. Желаю сто лет жизни всем защитникам Украины, крепкого вам богатырского здоровья, берегите себя, огромное вам спасибо за защиту нашей Родины, удачи вам, благополучия, всего хорошего, до свидания, и до следующих выпусков моих сообщений. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok